Не скучай, мы встретились с тобой, и теперь не забышь, что всегда цепнет она судьбой. «Снежный десант» – это юные и целеустремленные ребята, студенты, которые помогают ветеранам Великой Отечественной войны, детям, пожилым людям и семьям мобилизованных белгородцев. Волонтерскую акцию они финалили концертом. К нам пришли ребята, с которыми мы общались из колледжа, пришли преподаватели, которых мы встретили в школе. Пенсионеры, люди, которым мы помогли, все были в восторге. Мы почувствовали, что мы помогли этим людям за неделю, и они также отдали нам свой позитив. Еще бы, ведь в этом году вышли в поля на помощь людям сразу 200 волонтеров «Снежного десанта». За шесть лет работы организации – это рекордная цифра. Среди добровольцев – будущие педагоги, инженеры и врачи. Совмещать помощь людям с учебой бывает нелегко, но ребята в один голос утверждают, что время для доброго дела всегда найдется. У нас есть прекрасная песня, в которой поется «Мы здесь не ради денег, мы работаем за идею». И просто-напросто мы находим в свободное время от учебы времечко и занимаемся тем, что нам нравится. То есть мы горим одним делом, мы тут все дружим с разных университетов. Сегодня, в День российских студенческих отрядов, молодые люди подводят итоги своей зимней службы, делятся впечатлениями и рассказывают интересные истории, которые произошли с ними за время волонтерской работы. Так у дофамина появился свой живой символ отряда. За два дня до отъезда на наших глазах сбили собачку. И наша добрая душа, товарища главного ветеринара и еще одного моего товарища, мы взяли ее под контроль, объехали три ветклиники, но мы ее спасли. И сейчас она живая. Назвали ее в честь дофамина – дофа. Акция «Снежный десант» подошла к концу, но причин для грусти нет. Ведь сегодня объявляется официальный старт нового набора в студотряды для работы на лето. Мы ожидаем, что будет рост, потому что наше молодежное движение нравится ребятам Белгородской области. Потому что это не просто работа, это настоящая дружба, это коллектив, это команда, в которую они попадают, и они чувствуют себя комфортно, чувствуют себя как дома. Белгородские волонтеры уже давно стали символом добрых дел. Они действуют там, где их помощь нужна больше всего. Они заботятся о ветеранах, детях и пожилых не для галочки. Это идет от души, от стремления делать людям добро. И это прекрасно, что с каждым годом таких самоотверженных ребят становится все больше и больше.